В Караганды сотрудники кафе, пострадавшие после взрыва из-за утечки газа, не могут добиться выплат от работодателя. Зимой в самом центре города на возу взлетел паб. Ожоги и травмы получили 6 человек, один погиб. Сразу после инцидента владелец кафе обещал выплатить компенсацию всем своим пострадавшим работникам, но о своих словах вскоре забыл. Теперь бывшие сотрудники намерены обратиться в суд. То, что было, вообще не пересказать никому, даже не пожелать, что произошло. Это, во-первых, была такая адская боль. Алексей перенес уже 6 операций под общим наркозом. После взрыва в кафе у него обгорело 48% тела. Даже сейчас любое движение причиняет боль. На подработку в кафе Джессис Пап Алексей устроился в декабре, чтобы покрыть расходы на учебу. В момент взрыва он оказался в самом эпицентре. Вот меня откинуло в угол. Я когда встал, я почувствовал, что у меня горит лицо. Я начал тушить руками лицо, потушил. Рядом со мной была женщина, которая умерла, посудомойщица у нас была там. Вот. Она была рядом, кричала сильно. Вот. Также много огня было там. Кафе в центре Караганды взлетело на воздух 23 января. По официальной версии причиной стала утечка газа. Следствие установило, что в заведении не соблюдалась техника безопасности. В итоге пострадали 6 человек. Еще один погиб. Все они сотрудники кафе. Работодатель поначалу обещал всячески помогать пострадавшим и возместить ущерб. Но затем пропал. А он даже с нами разговаривать не хочет. Я ему звонила. Говорю, давайте встретимся, поговорим. Не обязательно. Мы прямо в суд. Мне это в милиции тоже надо сто лет. Вот давайте встретимся. Назначает встречу и не приходит. Все. И мы не знаем уже куда обращаться. Куда не обращаешься, как замкнутый круг. По словам пострадавших, трудового договора с ними владельцы кафе не заключали. Однако юристы заявляют, даже без этого закон обязывает работодателя восстановить сотруднику здоровья после производственной травмы. Пострадавшим нет трудового договора. Он в принципе может обратиться в суд. Установить, перевести в качестве свидетелей, ну это как раз таки других работников данного кафе. Доказать это. Расследованием этого дела сейчас занимается областной ДВД и прокуратура. А руководство кафе избегает встречи не только с пострадавшими, но и с журналистами. Впрочем, если так продолжится и дальше, люди намерены обратиться в суд. Между тем, у Алексея Бахтина впереди очередная уже седьмая по счету операция. Денег на нее у сироты нет.